выбор креста притча однажды человек который считал что его жизненная ноша слишком тяжела горячо помолился чтобы встретиться с богом и когда в глубине своей молитвы он предстал ты всевышний то обратился к господу мой крест непомерно тяжел для меня не мог бы ты господь дать мне крест полегче бог ответил ему я отведу тебя в комнату где хранятся всевозможные кресты и ты кресты в этой комнате были разные тяжелейшие дубовые средние серебряные совсем маленький из простой меди человек долго примеривался креста взвешивал их на ладонях выбирая самый подходящий и наконец он нашел то что искал он выбрал самый на его взгляд маленький и легкий крест и показал его господу со словами позволь мне взять это бог улыбнулся и ответил так ведь это и есть твой собственный крест который ты оставила дверях чтобы примерить остальные ученик мудреца притча ученик обратился к учитель ты такой мудрый ты всегда в хорошем настроении никогда не злишься помоги и мне быть таким учитель согласился и попросил ученика внести картофель и прозрачный пакет если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду сказал учитель то возьми этот картофель с одной его стороны напиши свое имя с другой имя человека с которым произошел конфликт и положи этот картофель в пакет и это все недоуменно спросил ученик нет ответил учитель ты должен всегда этот мешок носить с собой и каждый раз когда на кого-нибудь обидишься добавлять его картофель ученик согласился прошло какое-то время пакет ученика пополнился еще несколькими картошинами и стал уже достаточно тяжелым его очень неудобно было всегда носить с собой к тому же тот картофель что он положил в самом начале стал портиться он покрылся скользким гадким налетом некоторые пророс некоторые зацвел и стал издавать резкий неприятный запах ученик пришел к учителю и сказал это уже невозможно носить с собой во-первых пакет слишком тяжелый а во-вторых картофель испортился предложи что-нибудь другое но учитель ответил то же самое происходит у тебя в душе когда ты кого-нибудь злишься обижаешься то у тебя в душе является тяжелый камень просто ты это сразу не замечаешь потом камней становится все больше поступки превращаются в привычки привычки характер который рождает зловонные пороки об этом грузии очень легко забыть ведь он слишком тяжелый чтобы носить его постоянно с собой я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны каждый раз когда ты решишь обидеться или наоборот обидеть кого-то подумай нужно ли тебе это ткан